Уфа, преувеличение инвестиций, организация бизнес-миссий и дни поставщиков с запущенными подразделениями крупнейших российских бюджет компаний, транспорт-технологий, образовательных программ и премии развития промышленного туристов. Переговорный процесс марш-ластера охватывает более 400 государственных корпораций и крупных заказчиков, благодаря чему в пластеры ежедневно поступают заказы на изготовление машиностроительной продукции. Доступ к заказам может получить любое производственное предприятие, рекомендуемое правительственное субъекты в России и другими структурами поддержки после регистрации на портале Иннокомнат.чпро. Кроме заказа, он помогает подорога поставщиков, облегчает кооперацию в изготовлении изделий и организации совместных закупок. Все участники пластера могут рассчитывать на научную и конструкторскую поддержку ведущих вузов России и Татастана. На территории Москвы строительствуют две самые успешные, особые экономические зоны России. Алабуха в городе и Алабуха-Огнина, поле сводной юно-муниципального образования. В начале 2016 года год по надежной Челни присвоит статус территория, обережающего социально-экономического развития. Индустриальные и технологические парки предоставляют бизнесу готовые обочие площади нальботных условиях. Откройте для себя новые возможности машиностроительного бизнеса в Республике Татарстан. Коллеги, мы услышали индустриальные парки нальботных условиях. Давайте вместе, работая в Татарстане, давайте вместе двигать нашу экономику. Ну, а коллеги, между других регионов, давайте вступать в кооперационные процессы. Спасибо. Спасибо. Действительно, наверное, и продвижение продукции, и помощь в работе со свеженьками – это действительно одна из задач управляющей компании. И правильно было отмечено, что отсутствие информации – это причина нахождения в разных информационных полях. И действительно, наверное, управляющие компании должны брать на себя такие задачи и резидентам в этом смысле помогать. Это, на самом деле, тоже вопрос эффективности, о чем Ислан говорил. И тогда, раз уж мы заговорили об эффективности еще раз, я бы хотел, наверное, Кириллу Зайцеву передать микрофон. Кирилл, вы тоже огромный опыт имеете по работе с регионами. А можно кликеросить? Огромный опыт работы с индустриальным парком в разных, самых разных регионах. Какие вы сегодня видите причины, как факторы эффективности, что сегодня влияет на плодотворную работу управляющей компании? Максим, спасибо. Всем участия в форуме «Добрый день». Можно презентацию поставить? На самом деле, наша компания участвовала в создании больше 30 проектов, индустриальных парков на всей территории России, от Сахалина до Кунчатки. На основе нашей практики мы тянились, скажем так, наш опыт и подвели какие-то общие черты успешности индустриальных парков. Значит, первое – это, естественно, эффективная управляющая компания. Тут стоит отметить, что управляющая компания парка должна, соответственно, обеспечивать интересы и ставить во главу резидента и обеспечить им комфортные условия работы на территории индустриального парка. Задача управляющая компания должна входить в максимальный сервис и такие новые инструменты, как, соответственно, поиск поставщиков для своих резидентов, источников сырья, организация сбыта продукции резидентов и так далее. Помимо этого, естественно, управляющая компания должна быть правомощна распоряжаться земельным участком, зданиями, строениями, сооружениями индустриального парка. Это у нас закреплено и в национальном стандарте, и в требовании Минпромторга, в установлении 794. Помимо этого, хотелось бы отметить общую инвестиционную стоимость проекта. По нашей практике, наиболее эффективные парки, у них стоимость проекта имеется в виду создание инфраструктуры, индустриального парка. Она должна быть стремится к 10 миллионов рублей на 1 гектар. Помимо этого, хотелось бы отметить тесную связь с регионом. В регионе должно быть создано законодательство о региональном уровне, где ведется реестр индустриальных парков. Реестр резидентов индустриальных парков предусмотрены налоговые льготы и меры поддержки. Максим сегодня уже говорил, что для того, чтобы парк мог рассчитывать на федеральные меры поддержки, например, такие, как реализует Министерство экономического развития, требуется наличие софинансирования. Мы знаем, что в Татарстане очень много муниципальных парков, и для них, конечно, проблема найти частного инвестора в муниципальный парк, конечно, стоит остро. Но, тем не менее, хочется отметить, что тут надо эффективно устраивать работу с бизнесом, с частным инвестором, чтобы обеспечить этот уровень финансирования, потому что из критериев это является частным софинансированием в проекте. И те проекты, которые приходят на конкурс Министерства экономического развития, показывают наибольшее количество софинансирования, получают там больше баллов. Не менее важно, это качественно поработанная концепция парка. В концепции важно определить такие моменты, как специализация, этапность освоения территории, наличие необходимых личностей, которые рассчитываются под потенциальные потребности резидентов. А дальше уже, согласно этой концепции, работать по привлечению резидентов и предусмотреть, Сергей Майор тут правильно отметил, и кластерные подходы к операциям между резидентами. Это помогает сделать проект более эффективным, более успешным. И немалая важная роль играет источник финансирования инвесториальных парков. Эффективная управляющая компания должна пользоваться всеми возможными источниками. Это как федеральные меры поддержки, региональные меры поддержки, так и кредитные средства. На этом слайде долго не буду останавливаться. Всем уже понятно, вообще для чего регионы создают индустриальный парк. Это требование на стандарты. И в свое время АСИ выдвигало эти обязательства. И как показывает последний рейтинг инвестиционного климата 2018 года, наиболее успешные регионы. В них созданы индустриальные парки. Теперь немножко о мерах поддержки. На федеральном уровне сегодня уже тоже отмечалось, что есть меры поддержки, которые реализует Микрооток Российской Федерации, Минэконом Российской Федерации. Есть фонд развития многородов. И в частности, татарские парки, например, Гипмастер, по этой программе тоже получают субсидии. И сегодня упоминался институт развития, такой как фонд развития промышленности, который на сегодняшний день более 8 программ реализует, и по которому можно привлекать заемные средства как для управляющих компаний, так и для резидентов по ставке от 1 до 3%. Мы так сейчас поработаем проект совместно с фондом и с одним нашим клиентом. Хотим создать на базе управляющих компаний центр коллективного пользования для резидентов. И как раз управляющая компания выступит заемщиком фонда по льготной ставке, возьмет оборудование, общее пользование и будет предоставлять, там, соответственно, по сниженным тарифам для своих резидентов. Помимо этого, хотелось бы отметить про предоставление льготного доступа к субъектам МНЦП. Все уже знают, что в этом году утвержден национальный проект. По-малому предпринимательству в нем есть несколько этапов развития, в том числе предоставление льготного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансированию. На 2019 год заложено порядка 7 миллиардов рублей для льготного финансирования, поставки 6,5% для субъектов малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, это в рамках постановления 17.06, утвержденное в декабре 2017 года. Помимо этого, есть такие инструменты, как МСП, банк, корпорация МСП, которые могут нам предоставить кредитные гарантии в случае недостаточности залоговой массы при кредитовании. И есть еще инструмент УСБР-банка специальный, в рамках новой индустриализации для управляющих компаний, от которого тоже можно привлекать кредитные ресурсы. В конце хотелось бы отметить, что мы видим, что сегодня в России идет уже конкуренция между площадками индустриальных банков. И резиденты выбирают не просто обеспеченные инфраструктуры площадки, а выбирают компании, которые предлагают неибольший сервис. И, соответственно, если управляющая компания хочет зарабатывать, а не просто дебендовать на низкой арендной ставке, то она должна отслеживать все последние тенденции, которые происходят, иметь обширные контакты и постоянно окружировать свой бизнес-модель. Мы, соответственно, готовы помочь найти лучшие решения, а не просто верные. И видим еще такую тенденцию, что в скором времени возможно резиденты начнут менять площадки. Так, например, в Калуге Вольсваген планирует реализовать новую очередь, но уже не в Калуге, а ищет более подходящие условия в других регионах. Поэтому сегодняшняя тенденция это новые бизнес-модели для индустриальных парков. Достаточно быстро получилось все рассказать. Спасибо, Кирилл. Действительно, мы очень часто акцентируемся на мерах господдержки индустриальных парков и зачастую забываем про инструменты поддержки резидентов, потому что на самом деле действительно надо промотивировать все возможности. Сегодня было уже сказано, что у коллег в ВЭП-7 нет господдержки, а вот резиденты поддержкой пользуются. поддержка все-таки есть в проекте. Значит, управляющая компания эффективна и смотрит на все возможности, которые сегодня есть. Конечно. И на самом деле другие различные инструменты, в том числе инструменты по автоматизации различных сторон деятельности должны управляющей компании внедряться. Я тогда прошу наших коллег Александра рассказал и поделиться опытом про автоматизацию закупочных деятельностей резидентов индустриальных парков как, собственно, одно из основных частей повышения, по сути, такой рентабельности компании. Окей, спасибо большое. Я, пожалуй, встану. Одно из принципов...